здравствуйте меня зовут Фёдор Васильев я вас приветствую в уроке photoshop в этом уроке я хочу вам показать как работать с макетом представляющий ваш логотип здесь на самом деле много вариантов вот сейчас в одном варианте я сделал под свой логотип то есть здесь не придется работать с искажением с наклоном букв здесь макет устроен таким образом что мы просто накладываем свои данные то есть свой логотип свой текст и он сам автоматически будет ложиться на плоскость в этом вся прелесть макета также задний фон мы можем заменить на свой мы здесь видим а такие доски в данном примере и какие в архиве еще есть примеры есть вот такой вариант соответственно это демо да здесь эти данные нужно будет заменить на свои есть вот такой вариант симпатичный есть вот такой вариант вот такой вот такой вот такой вот такой и еще несколько вариантов данный архив с макетом вы сможете скачать на моем сайте ссылочка будет в описании этого видео хочу вас предупредить что архив достаточно тяжелый 736 мегабайт после скачивания архива вы распакуете архив и увидите а вот такие psd файлы вам нужно запустить каждый из них чтобы выбрать для себя соответствующий который вам подойдет два раза левой кнопкой мыши мы кликаем по psd файлу и ждем когда откроется photoshop нажимаем ok и давайте отредактируем данный макет я нажимаю раскрываю панель со слоями раскрываем папочку здесь есть вот такой смарт-объект кликом два раза левой кнопкой мыши по нему окей и у нас на этой вкладке есть ряд папок мы можем простыми действиями отключать глазик и видеть что у нас отключается это просто наложение всевозможных эффектов свечений возможно так вам понравится больше и есть другие варианты то есть вот отключается полностью наш логотип значит его настройки находится в этой папке и также отключается задний фон так давайте поработаем с логотипом раскрываем папочку и находим здесь лого текст он нас выключен если мы галочку включим то у нас накладывается на логотип и на текст дополнительный эффект мы его в принципе включать не будем но это смарт-объект и мы кликаем два раза левой кнопкой мыши по нему также окей здесь мы видим готовую картинку ниже у нас слой если мы два раза левую кнопку мыши по нему кликнем у нас откроется точнее у меня открывается установлены от adobe программа adobe illustrator это если мы хотим именно этот рисунок изменить как-то под себя уже именно непосредственно в adobe illustrator а что делать если мы хотим наложить сюда свое мы отключаем данный логотип из компьютера я просто перетаскиваю сюда свое изображение зажатым шифтом чтобы сохранить пропорции за крайний маркирочек я сужаю до необходимых размеров и нажимаем enter а то есть вот таким вот образом этот объект а должен находиться то есть ваш логотип находиться должен ниже вот этого первого слоя если мы включим глазик на него накладывается заготовленная текстура здесь мы нажимаем файл сохранить а достаточно тяжелый надо заметить наш макет то есть на слабых компьютерах скорее всего долго будет процесс это происходить и уже здесь мы видим что логотип красиво разместился на нашей стене если мы включим глазик мы видим как бы в оригинальных цветах лицевую часть логотипа да если мы снимем здесь вот напротив логотип глазик он немножко такой осветленный потому что здесь видно что падает свет сверху и смотрится все естественно то здесь уже все как бы сделано как нужно далее мы здесь также нажимаем сохранить потому что у нас исходный слой находится первым то есть это у нас не исходный слой здесь надо тоже нажать сохранить и когда у нас будет все готово и вот уже наш сам исходный слой то есть здесь визуально разница есть у них если мы вот так будем смотреть вот это наш исходный слой вот здесь вот уже как бы как бы окончательно ваш результат будет смотреться ну и соответственно здесь можно написать какой-то текст я беру инструменты и пишу у нас текст не видно потому что этот слой должен находиться ниже нашего логотипа и я немножко увеличу размер цвет уже смотрите какой вам нужен сами устанавливаете нажимаем еще раз сохранить и текст также ложится на нашу плоскость вот так вот в принципе не сложно мы можем очень быстро наложить наш логотип на красивый заготовленный стенд или стенку остальные наши макапы которые находятся в архиве который вы скачаете они редактируются аналогичным способом итак если мы хотим сохранить в хорошем качестве мы нажимаем файл и выбираем сохранить как здесь мы выбираем формат jpeg нажимаем сохранить здесь качество 12 наилучшее и нажимаем ok если нам нужно сохранить для интернета для сайта для этого необходимо изображение оптимизировать поэтому мы его сохраняем для интернета файл экспортировать сохранить для веб здесь выставляем качество 80 очень высокая формат jpeg и обратите внимание что здесь очень большое разрешение 3200 пикселей на 2 200 для интернета конечно же вы можете прямо здесь уменьшить уменьшается только ширину если вот здесь вот скрепочка у вас зажата то пропорции будут автоматически сохранены на этом данный урок я заканчиваю надеюсь он для вас был интересен полезен поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал на этом здесь все и до нового видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь